Всем привет! Меня зовут Дарья Ишкова. Я нахожусь в солнечном Майами, а также я нахожусь в третьем триместре своей беременности. У меня все готово, организовано для появления американского гражданина, для рождения его здесь. И всю эту подготовку я провела самостоятельно, без организаторов и посредников. На мой взгляд, это достаточно просто. И в этой серии видео я поделюсь с вами тем, как именно я это сделала, полезной информацией, которая поможет вам сэкономить время и деньги, в случае, если вы решите пойти по аналогичному пути, и также приехать сюда для того, чтобы родить своего малыша. Итак, что нам необходимо будет сделать в процессе нашей подготовки? Основные такие крупные блоки следующие. Нам необходимо будет выбрать доктора и госпиталь, соответственно, определиться с датами и купить билеты, выбрать и забронировать, где мы будем жить, и подготовить все необходимые документы. Давайте начнем с первой темы, и в этом видео более подробно поговорим про выбор доктора и госпиталя. Для меня самым важным источником информации в этом смысле были отзывы моих друзей, которым я доверяю, и которые уже прошли этот путь, и, соответственно, могут от первого лица рассказать, понравилось, не понравилось им с доктором, и какие были особенности. Поэтому, если у вас есть друзья, которые уже прошли этот путь, встретитесь с ними, сядьте, поговорите, расспросите подробно про то, что им понравилось, не понравилось, порекомендуют они или не порекомендуют своего доктора, и насколько им было комфортно на всех этапах взаимодействия с доктором, потому что мы с ним встречаемся не только непосредственно на родах, но и также приходим на приемы к нему и ведем свою беременность последние недели, соответственно, у того же доктора, у которого планируем родить, с которым у нас заключен контракт. Если у вас нет таких друзей, то у вас есть я. Я уже провела для вас эту работу, встретилась со своими друзьями, которые родили в Майами, и тщательно расспросила их, и внимательно выслушала, и по итогам этой работы у меня сформировался следующий шорт-лист «Пользуйтесь, пожалуйста, наслаждайтесь». Три доктора, которых я выбрала, как такой короткий лист, из которого я буду выбирать финально, это доктор Сильверс, которого я в итоге и выбрала, с которым теперь у меня заключен контракт, доктор Марьяна Бугуча и доктор Спир. Кроме этих докторов, в описании видео оставлю еще список докторов наиболее популярных, по которым проще всего найти отзывы в открытых источниках в интернете, вы можете сами с ними ознакомиться, почитать, составить собственное мнение, ну и на всякий случай, если вы захотите еще расширить список опций для выбора, докторов также можно посмотреть на сайтах госпиталей, где они принимают роды, ссылки на сайты также оставлю в описании. Итак, когда мы понимаем список, из кого, из чего мы можем выбирать, какие у нас есть дальше источники информации, чтобы понять, какой доктор подходит именно нам. В первую очередь, это отзывы друзей и знакомых, ваших, если у вас таковые имеются, моих, по результатам анализа которых был сформирован список Сильверс, Бубучи и Спир. Также отзывы вы можете почитать в открытых источниках в интернете. Например, полезен в этом смысле будет ресурс, который называется Клуб американских мам. Это такое русскоязычное сообщество будущих родителей, будущих мам, которые приехали для того, чтобы родить в США. Далее, кроме отзывов о работе докторов из различных источников, у нас, конечно же, есть такой ресурс, как официальный сайт госпиталя, на котором есть странички различных докторов, либо персональные сайты докторов. Смотрите, чем полезен официальный сайт госпиталя, это объективной такой сравнительной информацией. Например, все абсолютно доктора говорят, что они за естественные роды, и они не будут вам делать кесарево сечение без особой необходимости. Но при этом официальный сайт госпиталя Маунт Синай говорит о том, что самый низкий процент кесаревых сечений за всю карьеру у доктора Стивена Сильверса. И эта информация, о которой точно можно доверять, она абсолютно объективная. И также может быть полезно найти странички докторов в социальных сетях, подписаться. Естественно, не все они там одинаково активны, но вот, например, Марьяна Бубуча активна очень. Она прямо постит сторис с родов, как она едет на роды, как там все начинается, как все происходит, как достают ребенка прямо не с самых откровенных ракурсов. Но вот, в общем, весь процесс прям виден, и я слежу за этим до сих пор и продолжаю. Несмотря на то, что родить я в итоге решила не с ней. А если вы находитесь на стадии выбора доктора, то, естественно, вам это поможет составить свое впечатление и понять, как доктор работает. И последний по порядку, но не последний по важности и значимости источник информации – это переписка с офисом доктора. Когда вы определились предварительно и выбрали одного или нескольких докторов, напишите им в офис. Я, например, спрашивала такие моменты, когда нужно лучше прилетать, нужно ли присылать документы в электронном виде, или мне их принести на первый прием, как заключается контракт, такие вещи. Почему я называю переписку с офисом доктора как один из источников информации для выбора доктора, а не только уже как часть планирования конкретных действий? Нам важно понять не только, что отвечают, но и как отвечают сотрудники офиса доктора. Например, в самом начале, еще до того, как я пообщалась со всеми своими друзьями, я написала в офис одного доктора, который мне... Они сначала мне не отвечали неделю, я написала им еще раз, позвонила. В итоге они сказали, пришлите сначала сканы абсолютно всех своих документов, и потом мы там с вами обсудим. Мне ответили в итоге ни на один вопрос. Это пример такой для меня не самой комфортной коммуникации, хотя кому-то, может быть, как бы и нормально с этим будет. А вот офис доктора Сильверса отвечает максимально оперативно, четко, понятно на все вопросы. И вообще все в офисе у него такие очень дружелюбные, приятные, располагают даже еще до первого визита к себе очень. Если вы будете рассматривать доктора Сильверса как опцию, но вы недостаточно уверены в своем английском языке, я также оставлю в описании, прикреплю драфт письма на английском с вопросами, которые задавала я. Вы можете подставить свое имя, дату предполагаемую рождению, и также написать ответ. Можете залить в Google Translate, все будет понятно. Мне кажется, прекрасная возможность поупражняться в английском немножко. Вообще в Майами много докторов русских, поэтому если вам комфортно оставаться в русскоязычной среде, вы можете родить у русского доктора, здесь много русских риэлторов, вы можете поселиться в русском районе Сани Айлс, ходить в русский магазин Матрешка и покупать там русские продукты у русских продавцов. В общем, мало соприкасаться с американской действительностью. Но у меня, например, не было такой задачи, я себя комфортно чувствую в англоязычной среде, и мне наоборот нравится даже такая возможность прожить американский такой экспириенс настоящий. И есть еще один немаловажный аргумент. В пользу американских врачей они дешевле, чем русские. Да. Связано это с тем, что большое количество русских приезжает сюда ежегодно для того, чтобы родить, и многие выбирают русских врачей, потому что им так комфортнее, или некоторые вообще не говорят по-английски, и, естественно, не хотят рожать с американскими врачами, поэтому цены на русских докторов завышены, потому что люди готовы переплачивать, поэтому, если вы хотите к русскому врачу, то и вам придется переплачивать тоже. Мой прекрасный американский доктор Стивен Сильверс, он такой именитый, он принимал роды у многих дочек американских президентов, и у селебрити с разных, и он стоит так же, как любой русский доктор, а есть и русские доктора дороже даже. Ну и теперь про цены. Сколько же стоит родить в Майами? Смотрите, мы заключаем два отдельных контракта. Один контракт с госпиталем, другой контракт с доктором. Госпиталь Маунт Синами стоит 3,5 тысячи долларов, доктор Стивен Сильверс, его услуги стоят 4 тысячи долларов. Что касается госпиталей, их основных два в Майами-Бич, это Маунт Синай и Мемориал Риджинал, скорее всего, именно из них вы будете выбирать, если решите прилететь сюда. Маунт Синай, он такой более основательный, фундаментальный, а Мемориал Риджинал зато поновее немножко. Маунт Синай тоже строит новый корпус, красивый, стеклянный, космический такой, но до наших родов, к сожалению, не успевают достроить. Доктор Стивен Сильверс принимает роды только в Маунт Синай. Есть некоторые доктора, которые выезжают в разные госпитали. Также у Сильверса офис располагается в Маунт Синай, что очень удобно, и он из известных мне докторов единственный такой, потому что обычно доктора приезжают в госпиталь для того, чтобы принять роды. Офис у них находится где-то в другом месте, он может быть там в часе езды, и, соответственно, на приемы вы едете в одно место, а на роды в другое. Мне очень нравится то, что у меня в 10 минутах езды Маунт Синай, в которой я еду и на приемы, и на роды. Это достаточно удобно. По ценам эти два госпиталя одинаковые, они стоят 3 500, но если вы приезжаете после 34 недели, чего не рекомендуют делать ни одни врачи, об этом в следующем видео расскажу, про то, когда стоит прилетать, то Memorial Regional charges вас 6 000 долларов, сразу как за осложненные роды, как за высокорисковые, из-за того, что вы поздно прилетели и встали на учет. Вот, собственно, теперь у вас есть вся необходимая информация и ресурсы для того, чтобы выбрать своего доктора, понять, кто подходит именно вам. Последнее, что хотела бы здесь сказать, оставьте за собой возможность финального выбора, находясь уже здесь, в Майами, после личной встречи с доктором. Я, например, выбрала доктора Сильверса, находясь в Москве, но у меня были два запасных вариантов, в случае, если, когда я с ним познакомлюсь, у меня не будет ощущения, что это вот мой человек, тот доктор, с которым я хочу в итоге остаться. Он оказался совершенно прекрасен и здорово, то есть я пошла по своему плану А, но оставьте за собой план Б и С. Возможно, вам захочется встретиться с двумя или тремя докторами, чтобы понять уже при личной встрече после первого визита, кто из них подходит вам больше всего, с кем вам будет комфортнее всего. Ну что, друзья, на сегодня это, пожалуй, все. Если вам было полезно, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. И до новых встреч!